Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интервью с оперным певцом Ваграмом Тадосяном. 9 декабря 1948 года ООН приняла конвенцию о предупреждении преступления, геноцида и наказания за него. Только в случае признания права Арцаха на самоопределение возможно достижение мира в регионе Ара и Вазян. США обеспокоены ролью Турции в арцахской войне. Российские военные врачи открыли новые медицинские пункты в ряде населенных пунктов Арцаха. Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Пещера Кюрин возрастом 4 тысячи лет в Западной Армении требует внимания. В интервью телевидению Западной Армении известный оперный певец Ваграм Тадосян Ванно Тадосян, проживающий в Испании, представил подробности своего визита в Арцах с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном, в рамках которого они встретились со спикером Национального собрания Нагорно-Карабахской республики и посетили несколько населенных пунктов. Господин Тадосян рассказал о проблемах и заботах армян, проживающих в Арцахе, а также о своем выступлении в Гонзасарской церкви. Интервью также доступно на нашем YouTube-канале. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него была принята 9 декабря 1948 года Генассамблеи ООН и вступила в силу в январе 1951 года. Юридическое определение геноцида – центральная часть длительной кампании адвоката Рафаэля Лемкина, который ввел термин «геноцид», основанный на геноциде против армян, холокосте и геноциде ассирийцев. Всем странам-участницам рекомендовано предотвращать акты геноцида и наказывать за них в условиях войны и мира. Число государств, которые ратифицировали конвенцию, в настоящее время составляет 137. Во время встречи министра иностранных дел Республики Армения Жан-Ивли Дриана, министром иностранных дел Франции Райвазян, подробно обсудил вопрос о регулировании Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает Армен Пресс со ссылкой на МИД Республики Армения. Айвазян заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции. Глава МИД Армении заявил, что одним из ключевых вопросов встречи было обсуждение агрессии, развязной Азербайджаном против Арцаха при активной поддержке Турции и сложная ситуация, которая сложилась в результате этой войны. Мы обсудили вопросы решения гуманитарных проблем, возникших после войны, дальнейшего хода мирного процесса, шаги в направлении региональной стабильности и безопасности, а также защиты многовекового армянского культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских войск. Райвазян добавил, что он представил министру иностранных дел Франции позицию Армении относительно дальнейшего хода переговоров, подчеркнул важность признания статуса Арцаха на основе реализации права народа на самоопределение. Соединенные Штаты чрезвычайно встревожены той ролью, которую Турция играла в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер, передает ТАСС. «У нас есть много вопросов о роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции, обсуждения переброски иностранных боевиков, доставки оружия также. Эти вопросы вызывают обеспокоенность и остаются частью нашего диалога с Турцией и Россией», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Российские военные врачи за прошедшие сутки в Арцахе оказали помощь 39 пациентам, в том числе и пятерым детям. Об этом сообщает Армен Пресс со ссылкой на Минобороны Российской Федерации. Для оказания первой помощи военные врачи открыли дополнительные медицинские центры в Степанакерте, Ходжалы и в Лачинском коридоре также. В них работают врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению, сказано в сообщении Минобороны РФ. В специальный военно-медицинский отряд входят более 60 врачей, в том числе военные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400. Трансляция голосования велась на сайте Нижней палаты Американского законодательного органа, сообщает Армен Пресс с ссылкой на ТАСС. Инициатива носит название RAST Act. Данный акроним образован от Protect Gainist Conflict by Turkey. Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе Вашингтонская администрация в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400. Автором законопроекта выступил представитель Комитета по иностранным делам палаты представителей Эллиот Энгл. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение Верхней палаты законодательного органа США. Пещеры провинции Кюрин, Сепастии в Западной Армении возрастом 4000 лет предполагается, что более старые, чем кажется. Пещеры, которые люди использовали в качестве убежища около 4000 лет назад, состоят из пяти этажей и десятков комнат. Поскольку никаких научных исследований не проводилось, точно известно, кто создал эти жилища. Пещеры нуждаются как и в научных исследованиях, так и в каждодневном внимании. Местные жители требуют от властей взять пещеры под особый контроль. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля Акунг. Пещеры. 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 Продолжение следует...